всем привет с вами снова сергей лайф и в этом видео мы с вами рассмотрим опять как обычно тот плагин который победил голосование вконтакте как видите победил лоу фильтр также приглашаю вас подписаться на паблик вконтакте для того чтобы следить за новостями и принимать участие в подобных голосованиях перед началом видео обзора на данный плагин хочу сказать что этот обзор необходимо смотреть только после просмотра видеокурса по синтезатору citrus дело в том что данный плагин получился настолько мощный с такими обширными возможностями что заслуживает не просто отдельного обзора на 10 минут от целого отдельного видео курса на несколько часов но благодаря тому что данный плагин очень сильно похож на синтезатор citrus и имеет очень много общих элементов управления я решил не делать повторно ту же самую работу а просто сильно не останавливаться на тех моментах которые уже были объяснены видео курсе по синтезатору citrus данный видеокурс бесплатный и вы можете с ним ознакомиться на канале но даже принимая все этого внимания о том что я буду говорить только о тех функциях которые доступны только в этом плагине обзор получился порядка 25 минут так что имейте это ввиду при просмотре и обязательно посмотрите видео курс по синтезатору citrus для примера я взял вот такой вот а звук просто пилообразный сигнал обработанный хорусом давайте включим наш плагин и начнем рассмотрение сразу же сбросим просит значение по умолчанию то есть выберем дефолт что из себя вообще представляет данный плагин данный плагин представляет собой 8 банков фильтров но здесь не только фильтры различной обработки которые могут использоваться как последовательно так и параллельно но меньше слов давайте к делу вот у нас изначально выбран первый банк вот здесь выбирается все восемь банков и он включен давайте послушаем как слышите какая-то уже обработка на нем стоит для того чтобы включить или выключить любой банк необходимо выбрать вот этот вот переключатель давайте сейчас опять включим наш первый банк и в нем выключим пока фильтрацию это забегая вперед просто она по умолчанию здесь включена далее следующая кнопка это соло она предназначена для использования в тех случаях когда у нас включены сразу несколько банков давайте послушаем вот в такой ситуации если у вас несколько банка включена можете отдельно каждый послушать далее идет ручка volume она управляет громкостью входящего в наш банк сигнала есть в нейтральном положении она выключена при максимальном положении вправо громкость имеет сто двадцать пять процентов процент отображается вот здесь но также есть возможность данную ручку поворачивать в обратную сторону что это изменяет а это изменяет только фазу сигнала давайте сейчас я сделаю в общем то все станет понятно вот у нас обычная фаза то есть как она есть оригинальная фаза сигнала как видели сейчас сигнал перевернулся то есть поворачивая в обратную сторону мы добавляем также громкости но сигнал уже идет с обращенной фазы в общем то и все значение обратного поворота этой ручки полезно для создания различных фазовых эффектов здесь есть такой фильтр который называется all-pass он предназначен для создания эффекта фазера и в общем то вот в этом случае можно использовать несколько копий для создания интересных различных вырезов спектре ну конечно не только этого здесь также в шейпер есть и можно по-разному обрабатывать получать различные интересные эффекты тут уже вы сами должны повоображать поэкспериментировать давайте включим у нас сто процентов вот такой звук у нас есть и мы его можем обработать различными типами фильтров для того чтобы вообще включить фильтр нужно здесь выбрать какое-либо значение кроме of давайте к примеру переключимся и выберем обычный low-pass сильно останавливаться на фильтрах я сейчас не думаю что это нужно данный плагин очень сильно похож на синтезатор citrus и фильтры здесь в общем-то все те же самые а синтезатор citrus я уже рассматривал в своем бесплатном видеокурсе где все фильтры подробно описал давайте просто по ним сейчас по-быстрому пройдемся и сильно не будем на них останавливаться первый фильтр это срезающие высокие частоты в общем то что вы сейчас на анализа 3 видите другой срезает низкие частоты также здесь есть полосовой все пропускающий фильтр это интересный такой фильтр для создания различных фазовых эффектов на оригинальный звук он не оказывает никакого влияния по сути но если смешивать несколько копий то уже получается эффект фейзера опять же потому как он сдвигает фазы далее полочный пиковый ну давайте остановимся пока на обычном low-pass фильтре если вам интересно более подробно просмотреть о каждом из этих фильтров то я ссылку привожу сейчас в описании к видео на видеокурс по синтезатору citrus повторяюсь опять же я там это уже подробно рассмотрел второй раз рассматривать то же самое также подробно я не вижу смысла все это уже есть на канале все зависит только от вашей лени здесь также как и в цитрусе есть переключатель альтернативного альтернативной фильтрации где предоставляется от альтернативный резонанс и ширина полосы далее у нас есть возможность включить wave shaper wave shaper опять же тот же самый что и в цитрусе он полностью идентичный и опять отправлю вас смотреть по ссылке в описании к видео про этот wave shaper далее идет у нас раздел выхода он предназначен для того чтобы управлять громкостью нашего банка вот в данном случае первого в какой пропорции он пойдет на главный выход нашего плагина а в какой пропорции он пойдет на примеру следующий фильтр но давайте сейчас советую рассмотрим здесь все довольно просто вот эта вот ручка громкости управляет громкостью нашего банка которая звучит на главном выходе давайте сбросим но также есть возможность послать выход нашего банка на второй банк для какой-то уже последующей дополнительной обработки то есть вот примеру мы применили фильтрации здесь обработали эффектами и нам недостаточно как обработан этот звук мы хотим примеру еще не слышать этот звук на выходе плагина чтобы это не слышать мы делаем волюм на 0 здесь все нажимая ноты мы не слышим выход но мы хотим отправить выход нашего первого банка на второй банк для этого нам нужно повернуть ручку next как видите в положении нейтральном она у нас выключена в общем работает точно так же как вот эта ручка вот для того чтобы у нас стал наш первый банк обрабатываться вторым банком его нужно естественно включить так здесь я уже выключил наш фильтр как слышите звук уже есть и смотрите во втором банке можно делать как мы сейчас отправили первый банк на второй вот с помощью этой ручки мы слышим грубо говоря выход 1 а здесь также можно включить и оригинальный вход то есть тот который подавался и здесь вот в общем то такого значения этих ручек здесь я на мой взгляд довольно подробно объяснил если вы немного не поняли то лучше пересмотреть этот момент и немного попрактиковаться и все станет понятно ну вот уже включив выход на втором фильтре я помогу применять здесь уже какие-нибудь другие эффекты и вот такое странное мощное искажение получил и как вы понимаете вот используя такое последовательно или параллельное добавление оригинального звука на различные банки можно получить очень интересные различные фильтры эффекты и много-много чего тут просто уже ограничено все только вашим воображением далее давайте с вами рассмотрим огибающие давайте начнем к примеру с огибающей громкости как видите у нас сейчас здесь паттерн один выбрана и я хочу сказать что здесь их 10 паттернов давайте сейчас сначала создадим первый а потом уже посмотрим что они означают вообще вот это огибающие она сразу включена соответствии с темпом вот этот переключатель включает соответствие темпу глобальному и вот эти вот светлые линии отделяет такты давайте в общем то сейчас здесь сделаем привязку включим так выключим сейчас с вами эффекты все для того чтобы слышать только огибающие вообще у меня сейчас огибающие включено на один раз потому что нет зацикливания давайте я сейчас здесь включу здесь выберу не видно вот старт луп а здесь луп энд и по сути я сейчас создал сай чей вот таким вот образом здесь можно интересным способом создавать сай чейны и множество различных других эффектов как работать с огибающими я сейчас тоже не буду сильно подробно над этом останавливаться потому что здесь все то же самое как и в цитрусе ссылку можете найти в описании к данному видео но что отличает здесь данный плагин от цитруса это вот этот переключатель паттернов дело в том что вы можете создать несколько различных узоров вот у меня один далее я могу какой-нибудь здесь другое нарисовать зачем это вообще нужно дело в том что вы можете просто здесь применить автоматизацию вот крето машин клип и таким способом даже для одного фильтра использовать сразу несколько различных всевозможных почти ничем не ограниченных огибающих возможности здесь опять очень большие все относится только к вашему воображению дальше давайте к примеру рассмотрим это добавление элфу можно создать различные вибраты и тому подобные эффекты работа с элфа здесь тоже имеет колоссальные возможности и как обычно все ограничивается только вашим воображением дальше это частота среза фильтра на резонанс вот эти три вкладки относятся к нашему вот этому фильтру здесь вот эти три полосы все мы это подробно рассматривали видеокурсе по цитрусу это относится к искажению создаваемый вейв шейпером и вот это уже смешивание вейв шейпера с нашим основным сигналом далее у нас идут здесь две вкладки для управления нашими всеми вот этими параметрами с помощью xx контроллера как это работает мы опять же рассматривали в видеокурсе по синтезатору цитрус там все это подробно описываю и не вижу смысла повторно повторяться здесь все то же самое и я хочу сказать здесь об одной очень интересной функции которые нет естественно в цитрусе а есть только в этом плагине это возможность управления нашими сигналами с помощью громкости входящего сигнала ну давайте сейчас здесь создадим несколько нот различной громкости здесь я сразу хочу сказать не волосите влияет а именно громкость входящих нот то есть это может быть и просто сэмпл такой и для того чтобы к примеру на нашу частоту среза ну вот это к примеру начала влиять громкость нужно перейти ну конечно соответственно в частоту среза и дальше есть вот такая а и еф вот здесь отображается громкость нашего входящего сигнала то есть чем громче будет сигнал тем выше будет значение и обратите внимание как у более громких нот начинается по начинает повышаться частота среза вот как слышите самые громкие ноты они не имеют срезом то есть нас параметры как бы смещается вверх а частота среза у самых тихих звуков она очень большая это можно использовать очень мощно для создания различных очень интересных эффектов но даже вот в данном случае давайте попробуем что-то типа мощного резонанса и wave шейпера вот как бы это звучало без управления нашей громкостью частотой среза таково значение этой вкладки как вы понимаете вы можете управлять всеми параметрами вот даже примеру панорамированием чем громче но то тем проверено будет давайте сейчас пойдем далее и рассмотрим вот эти вот последние параметры и первый переключатель это использовать 1 когда он выключен в качестве управляющего сигнала вот то что мы настраивали для входа управляет когда управляет мир вот частота среза входящий сигнал так вот этот входящий сигнал это оригинальный сигнал который поступает в плагин если же здесь включить использовать 1 то в таком случае для управления вот этой вот огибающей используется выход нашего первого банка то есть мы можем как-то здесь все настроить огибающие еще тут всего понастраивать и вот эта громкость выходящая в нашем случае будет управлять теми параметрами где мы настроем вот это вот следование за огибающий и далее идут два параметра давайте выключим этот переключатель который управляет следованием за огибающей атаки и восстановления так ну давайте к примеру сейчас 5 сбросим и установим для чистоты среза и здесь давайте сейчас с вами создадим не просто изменяющийся громкость над а создадим одну ноту и в этой ноте сделаем очень длинное затухание включим наш лоу фильтр здесь у нас сейчас уже установлено следование частоты среза за вот это огибающий и обратите внимание как атака первой сим увеличим то есть у нас начнется не сразу с максимум на как бы с замедлением а если на минимум так выключим хорус то есть начале создается небольшое сглаживание атаки что в некоторых случаях может быть нужным а в общем-то в некоторых случаях и не нужен вот значение этого параметра так давайте теперь создадим более короткие ноты вот такого плана и давайте создадим здесь еще ноты такие же но уже им сделаем громкость очень тихими когда у нас релиз будет очень мелкий то вот разграничение между нотами очень большое то есть громкие ноты они яркие в нашем случае а тихие они тусклые и причем вот это перемещение между яркостью и тусклостью происходит резко то есть вот этот момент перепада громкости воспринимается резко это и есть затухание каждой ноты если же мы сейчас увеличим значение параметра обратите внимание что вот этот перепад уже не так сильно оказывает влияние то есть давайте я сейчас нарисую вот когда у нас был параметр релиз установлен на минимум грубо говоря наш плагин воспринимал входящую громкость с перепадами ну примерно такого плана здесь резко изменялась вот если же мы наш параметр релиз ставим на максимум то вот эти вот перепады сглаживается было вот так и начало и такое плавное затухание сравнение с тем что было параметр атаки давайте на этом же примере рассмотрим параметр атаки поскольку делаем релиз когда у нас параметр атаки стоит вот в этом положении опять у нас все вот воспринимается вот такими рисками переходами если же мы от параметр атаки сдвигаем вверх но здесь наоборот грубо говоря вот первое значение и далее идет уже параметр атаки который у нас воспринимается примерно вот так то если упростить это говорит о нарастании звука есть его назначение атаки на минимум то максимально следует за оригинальной огибающей если атак установлено больше то начальной атаки сглаживается становится более плавными то же самое с концами нот затуханием если у нас релиз установлен на минимум то но то резко закончилась и параметр также проследовал за громкостью если же на релиз дольше то как бы получается более долгое затухание в отличие от оригинального звука что-то таково значение этих параметров далее идет включение фильтра dc offset так называемого постоянного амплитудного смещения если у вас вдруг после wave шейперы получилось такое смещение данный фильтр может очень помочь но в общем то мы это также рассматривали в курсе по цитрусу дальше высококачественно огибающий и оверсэмплинг здесь вы можете написать какие-либо заметки по прессу то есть использовать так автор то 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 и тому подобное ну и самые последние параметры это общая громкость плагина общий уровень всех лфу то есть вкладок вот этих вот у нас сейчас лфу не включено поэтому не слышно и вот и и f это общий уровень следования вот этих огибающих то есть если мы сейчас поставим на минимум это в общем-то будет говорить о том что все эти вот огибающие у нас сейчас выключены если вам нужно выключить эффект то просто положение этой ручки делайте на минимум если усилить то положение на максимум здесь получается сто двадцать пять процентов ну а если к примеру просто ослабить такое глобальное влияние то какое-то промежуточное значение вот такой вот обзор у нас получился который с отсылками на уже созданный видеокурс дело в том что просто данный плагин очень сильно похож на синтезатор citrus плагин получился очень мощный с огромными возможностями которые ограничены только вашим воображением такие мощные плагины по фильтрации это очень большая редкость и рекомендую вам обязательно с ним ознакомиться потому что появится очень много различных творческих применений когда вы знаете как он работает может создать очень крутые интересные эффекты надеюсь это видео оказалось вам полезным если вы что-то не поняли то рекомендую вам обязательно посмотреть видеокурс по синтезатору citrus ссылка есть в описании к этому видео всем спасибо за внимание всем пока